Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу Да, братья и сестры, приветствую всех, именем Господнем, именем Иисуса Христа Приветствую всех, благоставляю Начал трансляцию, сейчас 17.00 по киевскому времени, по московскому в 17.00 Да, вот, чуть задерживается наш благочинный священник, отец Алексей Прошак Я, в общем, начинаю сам трансляцию, вот, он уже подсоединится, сейчас с минуты на минуту уже, надеюсь уже Вот так, так что, ну что там, мои господа Сегодня очень интересное событие вспоминается Вообще, очень интересный человек вспоминается в календаре православной реформаторской церкви Христа Спасителя В нашем православном, таком, евангельском обновленческом календаре вспоминается сегодня патриарх Кирилл Лукарис Так, я сейчас везде, сейчас делаю объявление, вот, вот так вот, да, все Вот, и сейчас Начнем, буквально вот минуту-две еще, надеюсь, вот он уже поспеет Ну, а я пока, значит, уже, уже сейчас Да, 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 да Вот, и сейчас Проходите, да, вот уже у нас трансляция началась уже Вот, слава богу, там братья подключаются Да, 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 слава богу Вот, и Запись Так, что-то здесь Так Вот так вот, сейчас, сейчас, сейчас Выясним, что здесь с камерой Вот так вот Так, слава богу Так что, братья, сестры Приветствую, кто сейчас подключился уже Онлайн Вот, и Сегодня Так, сейчас я включу Еще страницу свою Слава богу Начинаем трансляцию Нашу трансляцию Сегодняшнюю 17.00 Да И трансляция сегодня, сегодняшняя посвящена Памяти Великого Мужа Божьего Патриарха Кирилла Лукариса Вот Так, сейчас я Вот Отмечу для себя Замечательно Так Есть Отмечено все уже Слава богу Так что, кто подключается Наберите сейчас Минуточку еще терпения Вот И Сейчас начнем разговор наш Если вопросы есть у вас уже, допустим Мало ли, может быть, вы уже Подключились с вопросами Определенными, да То Не стесняйтесь Задавайте их уже Сейчас Пишите Я здесь буду на мониторе Их смотреть Ваши вопросы Так Святитель Кирилл Лукарис Патриарх Вселенский Да Сегодня день рождения Патриарха Кирилла Лукариса Так Так Есть 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 Так Мир вам, Сергей Юрьевич Мир вам тоже Божий, да Сестра Галина Слава богу Да Рад вас Снова так вот Среди Слушателей Зрителей Эфира Отметить Слава богу Да Дорогие друзья Спасибо всем Кто подключился Уже сейчас Кто подключается Спасибо всем За молитвы За Значит Это очень важное Служение такое Потому что Действительно Порой и препятствий Много всевозможных Возникает В служении Но Самое главное Тот Кто в нас Он больше того Кто в мире Да И еще Действительно Это вот Это величайшее Утверждение Что это есть Победа Победившая мир Наша вера Слава богу Вот И Сразу Вот Перед тем Как сейчас Приступим К теме Я Значит Поделюсь Значит Вот таким Как бы Такой информацией Анонс такой В ближайшем Будущем Уже Начнутся Мои регулярные Уже Я сделаю Информацию Все выставлю И в блоге Значит И здесь На ютубе Обязательно Публикую И в социальных Сетях Обязательно Публикую Я все это Так вот Значит Регулярные Радиопрограммы Мои Будут выходить И буду их Тоже Значит И транслировать Значит И И в записи Можно будет их Потом посмотреть Вот так Так что Слава богу Так И курс Тоже Записываем курс Работаю над Новым курсом Вот По истории Христианства То есть Цикл таких Бесед Получасовых Некоторые Темы будут Разбиты На несколько Таких блоков По полчаса Тоже И ваши вопросы Кстати Вот С прямого эфира Допустим Вопросы Значит И другие вопросы Вот Которые Семинаров Допустим Да Значит Они помогают Мне Вот Ну будем так Говорить Ориентироваться Они помогают Мне Составлять Даже этот Новый курс Редактировать Его сейчас Редактировать Старый курс По истории Христианства И вот Патриархи Кирилле Лукависе Обычно Вот Русскоязычному Значит Слушателю Читателю Мало что Известно Обычно Мы обычно Когда о реформации Говорим То вспоминаем Больше Ну конечно же Западных Реформаторов Потому что Реформация Там она И состоялась И она Продолжается Слава Богу Да Да Отец Алексей Все уже Да 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 Слава Богу Аллилуйя Да Да Слава Богу Слава Богу Слава Богу Мы сделаем Даже вот так Наверное Вот так Вот Чтобы Погли Семь Да Здесь Вот Слава Богу Да Слава Иисусу Христу Слава Богу Слава Богу Святому Да Аллилуйя Слава Богу Да Вот И Братья Сестры Кто подключается Приветствую всех Слава Богу Слава Иисусу Слава Иисусу Христу Наверное Слава Богу Святому Да Приветствуем всех Витаем всех Именем Господнем Вот И Сегодня У нас На дворе 13 ноября 2017 года И вот Сегодня Да Значит Ну во-первых Да Меня уже По трансляциям Уже знаете Да Кто подключается Регулярно Значит Сергей Журавлев Архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Прошу любить И жаловать Вот И Отец Алексей Отец Алексей Да Наш благочинный Здесь киевский Священник Протерей Алексей Прошак Да Слава Богу Тоже Прошу любить И жаловать Вот И у нас И Сейчас Эфир Делаем Запись тоже Эфира И Сегодняшний эфир Я уже Озаглавил Его так В шапке Значит Посвящен Короче Календарному Нашему такому Празднованию Значит 445-летию Получается Со дня рождения Патриарха Кирилла Лукариса Лукариса Слава Богу Кирилла Лукариса Слава Богу И я что Хотел сказать Сегодня 13 Ноября Ну Есть такие Суеверия Тринадцатая На счет Числа И так далее У меня Тринадцатый этаж Допустим Ну да Тринадцатый этаж Что я По цему поводу Хотел сказать Цей день Сотворил Господь Аминь Возрадуемся И возвеселимся В ньому Аминь 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 Так что И 13 Ноября Тоже Сотворил Господь Возрадуемся И возвеселимся Аминь Аминь Да Потому что На самом деле Люба Да Иисус сказал Что Радуйтесь Завжди Радуйтесь Аминь И сказал И 13 Ноября Слава Богу И 12 И 13 И 14 Да Слава Богу Действительно Каждый день Он сотворен Господом И просто У нас есть Всегда повод Порадоваться Слава Богу Потому что Написано Радуйтесь И еще Радуйтесь Ой Слава Богу Да Вот так вот Дамы и господа Братья и сестры Пановы Так вот Приветствую всех Снова И Значит Сегодня Вот В календаре Нашей церкви Память Праведного Одного Очень великого Человека Божьего И вот Наверное И Слово Божье Попрошу прочесть Вот Из посланий к евреям С 13 Раздела Прочтите Вот Да Как раз Значит О Вот эти слова Да Доброе 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 И восемь Наследуйте Веру Аминь Здорово В русском переводе Синодальном Там говорится Подражайте вере их Тоже очень хороший вариант Но Вот этот украинский Мне очень так понравился Наследуйте Да Успадковый Спадок Наследок Наследок Здорово То есть Вера Это еще не только то Что мы совершаем Да Это то что еще Мы наследуем Еще Наследуем Спадщина Спадщина Слава Богу Слава Богу Ведь мы же Спив Спадкоемцы Да Иисусу Христу Аминь Так что я Кажу До Тих Что дивляться Учить Украинскую Мову На небесах Будуть Розмовлять Тільки Украинской Вот так Ангельской Мовы Слава Богу Не Вообще На самом деле Певучая Мова Такая Кветучая Кстати В ноябре На днях Буквально Сегодня 13 А 9 По-моему Ноября Да Как раз Был праздник Украинской Мовы Для тех Кто может Не знает Есть такой Праздник В календаре Там Не старолетописец Кто-то еще Вспоминается Вот Из Этих Письменников Значит И Официально Есть государственный Праздник Украинского Языка Украинской Мовы Поэтому И Это Очень Древняя Мова На самом деле Древний Язык И Значит Очень Такой Певучий И Такая Вот Мова Такая Вот Она Вся Ну Я Мне проще Говорить на русском А Если петь То проще На украинском Потому что Оно Как бы Даже не надо Сильно напрягаться Просто Уста Открываешь И оно Уже Само Поется И поется Да И Богдан Приветствую Любовью Господа И вас тоже Приветствую Слава Богу Все Все Кто Подключился И подключается Приветствуем Всех Братьев Сестер Потому что Подключается Тоже С разных Городов С разных Регионов Люди Вот И Некоторые Пишут Такие Отдельные Такие Приветствия Вот И Очень Хорошо Что В этом Украинском Переводе Там Говорится Именно Наследуйте Веру Потому Как Действительно Мы Как бы Перенимаем Эстафету Веры Помните Там Павел Пишет В другом месте Что У Тимофея Была Вера Которая Прежде Она Была У его Мамы Прежде У его Бабушки И Вот Эту Веру Которая Была В сердце Бабушки Потом В сердце Мамы Там К сожалению Не написано Насчет Дедушки Насчет Папы Трудно Сказать Насколько Они были Верующими Но Бабушка Была Точно Верующим Мы знаем И мама Была Верующая И Он Наследовал Именно Не нечестие Как некоторые Допустим Люди Какое-то Нечестие Наследуют Допустим Такая Бесовская Спадщина Бывает Знаете А есть Божье Божье Наследие И Тимофей Наследовал Веру Которую Имела его Бабушка И имела его Мама И вот мы Наследуем Тоже Веру Которая Была В сердцах Отцов Веры Которая Двигала Имя Слава Богу Вот И А почему Я попросил Еще прочесть И 8 стих Потому что В 13 главе Это самый Посланник Евреям Потому что Там как раз Говорится Что Иисус Христос Он И вчера И сегодня И вовеке Той же Самый Он тот же Самый Той же Потому что Тот же Самый Христос Который Был прославлен В жизни Того же Патриарха Кирилла Лукариса Других Отцов Церкви Мужей Жен Божьих Тот же Самый Христос Он И сегодня В нас И сегодня С нами И сегодня Среди Нас Он Потому что Сказал Никогда Вас не оставлю Залышу Он сказал Что я С вами Во все Дни До скончания Века Аминь Не будет Даже Во все Дни Он Не будет С вами Допустим Во все Дни Во все Дни До Скончания Века Во все Дни Уже Два Тысячелетия Он С нами Аминь Аминь Нас Двое Иисус Сред Нас Браты И сестры Которые Подключились И подключаются К такой Трансляции Необычной Трансляции Слава Богу Вот И Так что Дамы и господа Братья и сестры Напоминаю Что Темой Эфира Этого Является Память Одного Праведника Мужа Божьего Его Имя Кирилл Лукарис Он Был Патриархом Вселенским Патриархом Греческой Церкви Православной И Настолько Удивительна Судьба Его Я Немного Исторически Расскажу Немного О его Биографии Чуть Чуть Потому Что Чтобы Многим Из вас Наверное Интересно Будет Узнать Об этом Праведнике Ну Поподробнее Тем более Что на русском языке Информация И На украинском Мове К сожалению Очень И Очень Мало Ничтожно Мало Даже Перевод Допустим Да Да Здесь Здесь А Так Я Туда Уберу Вот Извиняю Здесь Вот так Вот так Вот так Да Вот Потому что Информации Мало В англоязычном Мире Информации Конечно Гораздо Больше Вот Значит Я Когда Был В этом Университете Лютер Райс Университи Университет Лютер Райса В Джорджии Значит И Это Баптист Южный Баптистов Университет Вы знаете Я Конечно Стал Стал Интересоваться Что у них О православии Я там Ахнул Просто Там Такое море Там Столько Литературы Столько Изданий На английском Музыке Свежих Изданий Я У нас Такого Богатства Нету Вообще Там И тем более Что уникальность Допустим Издания Отцов Церкви Вот На английском Языке Что Издания Нецензурные То есть Они вот Как есть Как писали Отцы Церкви Так вот Так их И публикуют То есть Без всякой Урезки Без всякой Цензурщины Потому что К сожалению Вот На русском Языке Литературы Изданы Уже Достаточно Много Хотя Не так Много Как Хотелось бы Очень Сильная Цензура Поработала Вот И поэтому У многих Отцов Не изданы Целые Произведения Или же Большие части Произведений Значит И Еще в 18 веке И в 19 веке Когда Переводчики Занимались Переводами Отцов Церкви На русский Язык Сами переводчики Во-первых Они были Под Как бы Цензурой Определенной То есть Они Пониматели Не могли Все Переводить Потому что Царское Самодержавие Полностью Контролировало Православную Церковь Российской Империи И Даже Написано Было Тогда В своде Законов Официальное Издание Свод Законов Российской Империи Там было Написано Со времен Петра Первого Написано Было Что Главой Церкви Является Его Императорское Величество Все Да Вот так Вот То есть Вы 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 Как То есть Он Крайний Судья И Церкви Он Главный Начальник Он Как Он Всем Заведовал В церкви И Поэтому Цензура Была Уже Сверх Уже Определенная Но Самая Страшная Цензура Даже Не Эта Цензура Самая Страшная Цензура Была Внутри Этих Самих Переводчиков Кстати Один Из них Потом Письма Вписал Своих Я Его Примеры Приводил Уже Как-то В семинарах Своих Паисий Величковский Такой Кто помнит Из истории Христианства Один из Лучших Переводчиков На русский Язык Паисий Величковский Он Даже Официально Канонизирован Как Святой Русской Православной Церкви Да Значит И Так вот Значит Он сам В своих Письмах Его Письма Есть В изданиях Московской Духовной Семинарии Академии И Санкт-Петербургской Духовной Академии Семинарии Еще В 80-е Годы В 89-е В 88-е В 89-е Год 90-е 91-е Год Публиковались Некоторые Материалы Как раз Паисия Величковского И других Переводчиков Так вот Но особенно Меня заинтересовало Письма Паисия Величковского Его В общем-то Воспоминания Так вот Он признавался Что Целые главы И порой Даже Большие Фрагменты Отцов Церкви Произведений Он Сам Лично Отказывался Переводить Не то чтобы Под цензурным Соображением Даже А сам Лично Принял Такое решение Принимал Такое решение Почему Он писал Что То что Описывают Святые Отцы Вот В своих Произведениях Древние Отцы Церкви Те самые Отцы Которые На иконах Наших Изображены В храмах Которым Свечки Ставят Люди Молятся Так вот Они Описывают Допустим Молитвенный Опыт Свой Который Для Современного Тогдашнего Допустим Православного Человека Христианин Обычного Вот 18 века 19 века Просто Знаете ли Был Совершенно Непонятен Вообще А что сказать Сейчас А что сказать Сейчас Кстати Да А вот Интересный момент На самом деле А что Сейчас Представляете Допустим Один из Классиков Один из Самых Таких Церкви Древности Ну как Вот Классика Православная Это Симеон Новый Богослов Даже Когда Вот В московской Духовной Семинарии 88 Год Я помню Как раз Лекции По Святым Отцам Были первые Такие Серьезные Такие Заявления Для меня Как бы Неслыханные И потом В Ленинградской Духовной Семинарии Тоже Приезжал В Александр Невскую Лавру Тогда же В 88 Году В 89 Году Так вот И там Вопросы Такие были У семинаристов Собственно Вот С какого Отца Церкви Начинать Изучать Потому что Сочинение Отцов Церкви Это целое Море Океан С чего Начинать И в Москве И в Загорске И в Ленинграде В принципе Одно и то же Нам рекомендовали Знаете что Рекомендовали Сочинение Работы Симеона Нового Богослова И даже Я запомнил Такую фразу Выражение Такое Что если Вы поймете Симеона Нового Богослова Вы поймете Все Учения Восточной Православной Церкви Не поймете Вы ничего не разберетесь Потому что Многие Отцы Церкви Они пытались Аккумулировать Учения Допустим Восточной Церкви Православной И у многих Получалось Очень хорошо Есть Классические Работы Но По-прежнему Считается В мире Христианском Вообще В целом Если брать Не только Православные Вообще Так вот О православии В целом Лучше всего Именно Как раз И удачнее всего Как раз Именно Симеон Новый Богослов Как раз Именно Писал Так вот Каково же было Мое удивление Ну тогда Это было еще Объяснимо Как бы В 80-е годы Были Еще Советский Союз Был Так вот Говорили нам Что полного Собрания Сочинений Симеона Нового Богослова На русском языке Так и нету Как Ладно там Кого-то из отцов Других Но того Через которого Можно понять Все восточное Богословие Православное И его нет Ну как бы И да и нет Есть Но Объясняли Что и нет На самом-то деле Дамы и господа К сожалению До сих пор Уже 2017 год Уже давно Рухнул Советский Союз До сих пор Уже финансов Нет проблем Никаких У церкви Официальной Господствующей церкви Но до сих пор Не было издания Полного сочинения Симеона Нового Богослова Почему Опять таки Вот И Вот вернемся Вернусь снова К тому Что говорил Паисий Величковский Переводчик на русский язык Тогдашнего Еще Царского Самодержавия Времен Он Он говорил Писал Что Опыт Описанный Молитвенный Допустим Опыт Описанный Отцами церкви Он Никакие ворота Не лезет Так проще говоря То есть он для современного православного христианина Как бы он непонятен Допустим Молитва на языках Вот скажешь допустим Молитва на иных языках Да Вот сейчас обычно Это ассоциируется Ну с протестантами Допустим там Песятники Да Значит Харизматы Значит Некоторые другие течения Допустим Да Ну и конечно же Католики Харизматики Еще есть Допустим Да Но для Большинства православных Христиан Большинства православных Священнослужителей Это кажется Вообще Чем-то чужеродным Знаете ли Ха Но дамы и господа Братья и сестры Как раз именно Семен Новый Богослов Живший как раз Вот в период Ну будем так говорить Раскола Да Вот как бы Западной и Восточной Церкви Вот в тот период Так вот Именно ему удалось Как раз описать Этот опыт И он описывал Да Что это нормально Для православного христианина Он описывал как раз Молиться на иных языках И не понимая О чем он молится Но Дух его молится И он также описывал Опыт свой молитвенный Как он Как он получил Крещение Духом Святым Как он исполнялся Духом И молился на иных языках На иных мовах Да И как он просил у Бога Дары истолкования Иных языков Вот Как он писал О пророчестве О других дарах Так вот И Значит Ну ладно Об этом я Наверное Чуть попозже Или в других трансляциях Потому что Эта тема Очень большая Все-таки Хочу вернуться Ну как бы Ну надо вернуться К Кириллу Лукарию Собственно-то К его Житию Будем договорить Слава Богу Так вот А кстати Ну вот Насчет Допустим Это Даже библейский опыт Да Вот То что Библия говорит Допустим Там о молитве Да Многим это кажется Даже до сих пор Кажется чем-то таким чудным И непонятным Допустим Да Вот Переживанием Вот Там То что и иных языков Там есть Истолкование языков И пророчества И прочее А это же Опыт Духа Святого Когда человек Погружается в Божий Дух Святой Это ему дается Крещение Есть Духом Святым Слава Богу Да Вот И Ну а Патриархи Кириллу Лукарию Да Есть работа его Его сочинение Которое Надо будет Переиздавать Обязательно Вот Значит Переиздадим его Обязательно Вот Даст Бог Значит Сборник статей Когда-то Я давно уже Издавал Сборник статей Живая церковь Значит Надо будет Издать По новой Сборник Такой Вот И там Значит Я не только Свои статьи Помещу А помещу Еще статьи Вот Некоторых Отцов церкви В частности Вот Ну значит Из древних Хотя бы там Хотя бы Основные такие моменты Интересные такие Моменты Как раз из Семена Нового Богослова А также вот Кирилла Лукависа Патриарха Вселенского Значит Его Восточное исповедание Христианской веры 1631 года Издание Вот так вот Да Кстати Я не посмотрел Может вопрос Уже пришли Какие Нет А Нет Так Или внимательно Слушают Или не слушают Никто Слава Богу Так вот Значит О самом Патриархе Кирилле Пару слов Скажу Он из семьи Греческой семьи На Крите Родился Значит Да Слушай А Богдан Слушайте Ну слава Богу Да Я так понял Затаив дыхание Слушайте Понял Хорошо Да Значит И Опять Вспоминаем Из посланий к евреям Напоминаю Послание 13 глава Значит 7-8 стихи Что Поминайте Наставников Ваших Которые Проповедовали Вам Слово Божье И взирая На кончины В жизни Подражайте Их Верие Потому что Иисус Христос Вчера И сегодня И вовеки Тот же Аминь Вот И Сегодня Значит Что могу Рассказать Так Ну во первых На Крите Родился В греческой Православной Семье Такой Довольно Очень набожной Семье Его кстати Родной Дядя Он тогда Уже был Священником Вот А впоследствии Он стал Патриархом Всей Африки Александрийским Патриархом Так что Довольно Набожная Семья Такая Религиозная Вот А сам Родители Имели деньги Имели Возможности Дать образование Хорошее Кириллу Вот И они Хотели Конечно Чтобы он Стал Ученым Человеком Значит Поехал он На Запад В Венецию В школу Он учился Там И Учился В университете Падуи Учился Он У самого По Галилеу Галилея Вот Так что Довольно Интересная История Такая Галилей Заразил Юношу Вот Такой Знаете Любовью К наукам Будем так Галилей И Тогда он Молодым Человеком Еще совсем Будущий Патриарх Но он Еще был На распути В Жизненном Он Хотел Стать Ученым Научную Карьеру Идти По стопам Своего Учителя Галилеу Галилея Но Так Получилось Что Когда он Уже Вернулся Домой Пережил Будем так Верить Такие Потрясения Это И Смерть Родителей И Близких Людей Вот Как бы И Он Принял Решение Одним Словом Уже Вернувшись В Грецию Принял Решение После всех Эти Переживаний Не научную Карьеру Продолжить А Оставить Научную Карьеру И стать Священнослужителем Вот И даже Очень радикально Он решил Вообще Даже Не жениться Там Смерть Была Девушке Любимой То есть Трагичная Такая была История Но он Решил Вот так Полностью Посвятить Себя Богу С постригом Монашеским И полным Служением Священником Он решил Так Своей Судьбой Распорядиться Служил В Греции Значит И Ну Бывшей Византией Будем Договорить Вот И Так Что еще Можно Сказать Да Значит Потом Он Оказался В Африке Там Где его Дядя Был Родной Патриархом Вот И Из Африки Знаете Интересно Из Африки Патриарх Ну Кирилл Лукарис Тогда еще Священник Кирилл Лукарис Он В командировку Отправился Через Украину Через Под Днепру Путешествовал Проповедовал Среди казачества Здесь Украинского Под Днепру Путешествовал Был в Киеве И Через Киев Он путешествовал В Западную Белоруссию А именно В город Брест Значит Дело в том Что вот Конец 16-го столетия Время такое В Белоруссии Было трагичное Дело в том Что в 16-м веке Был Как бы Время Золотой век Белоруссии Через Духовное пробуждение Такое Через Вот Евангелие Слово Божье Наверное помните Да Вот вы В начале 16-го столетия В Белоруссии Про святителя Помните Франциска Франциск Скорина Переводчик Библии На белорусский Язык И Белорусский Народ Вообще Литовское Вот это вот Королевство Тогда Переживало Тогда Огромное Такое Духовное Пробуждение Потому что Божье слово На белорусском Языке Оно Проповедовалось И Да еще К тому же Покаялся Ну их король Будем так говорить Не коронованный король Литовский Белорусский Это был Миколай Радзивилл Черный Вот этот Белорусский Реформатор Миколай Радзивилл Черный И вот Покаявшись Конечно То что Сделал Миколай Радзивилл Это было Действительно Реформацией Огромной Реформацией Слово Божье Проповедовалось Везде Он стал Таким Протестантом Евангельским Верующим Школы Были Открыты Он Заботился О грамотности Предпринимательская Деятельность Началась Он Стал Поднимать По всей Стране Мелкий Бизнес Белоруссия При нем При Миколай Радзивилле Черном Пережил Экономическое Чудо Знаете Это Можно сравнить В наше Время С Южной Кореей Допустим Из Нищей Литва Стала Богатейшей Белоруссия Тогдашняя Считается Историками Признается Богатейшей Страной Европы В то время Представляете Многие страны Европы Зависть Посмотрели На Белоруссию На ее валюту Тогда Крепкую Золотую И на то Что пережило Бум Подъем Невероятный Подъем Божье Слово Придя На Белорусскую Землю На почву Оно Сделало Чудо Преображение Народное Национальное Преображение И это Продолжалось При этом Короле Потому что Знаете Когда правитель Благочестив Когда вертикаль Власти Она очень Жесткая То Очень много Зависит От Благочестивости Или нечестивости Правителя Когда Допустим Больше Развита Горизонталь Демократия Что сейчас Называется Допустим Больше Или меньше Демократия То есть Когда Не все Строится По вертикали А большей частью Все таки По горизонтали Тогда Благочестивость Или нечестивость Правителя Допустим Она Сильно Много Что не решает А когда Выстроена Именно вертикаль Монархическая Допустим Теория Самодержавная Допустим Власть Тогда Почти все Зависит В стране В народе Миллионы Народ Но все Зависит От личности Лидера Помните Книги Царства Допустим Книги Паралипоменон Когда Монархическое Такое Правление Допустим Читаем Читаем Опять Пришел Другой Правитель Благочестивый Боящийся Бога Он Господу Все Обращался И народ Блядишь Весь Еврейский Народ Тоже Пошел Туда К Богу От идолов Стал Отказываться И Чем Более Радикально Был С Богом Человек Лидер Примонархической Такой форме Правления Самодержавной Тем Больше Было Благословения И наоборот Вот И Поэтому Это палка Двух Концах Конечно А допустим К примеру Если Все Таки Выстроена Власть Больше В горизонталь Как Современные Многие Демократические Государства Перестраховывая Строит Больше Горизонталь В таком случае Личное Там Моральное Или аморальное Допустим Положение Благочестивые И нечестивые Правителей Оно Не так сильно Влияет На массы Будем договорить Вот Хотя Все равно По-любому Ну На самом деле Благословением Является Когда Значит В управлении Да Неважно Там Монархическом Там Самодержавном Или Демократическом Каком Вот Все равно Есть Люди Благочестивые Тогда Действительно Благословение Земле всей Приходит Аллилуйя Слава Богу Да И вот Миколай Родзивилл Черный Был очень Благочестивым Человеком Боящимся Бога Со всем Домом Своим И Бог Очень сильно Благословил Белоруссию На самом деле Но К сожалению После смерти Миколай Родзивилл Он правил Долго И счастливо Все было Хорошо Но Когда Его не стало Когда он умер Его преемники Они Вначале Там Клялись Продолжить Дело Миколая А потом Пошло Поехало Мамона Диктовала Свои условия Они стали Душить Мелкий Бизнес Стали Опять Казнократство Это Коррупция И Все душили На корню Просвещение Душили На корню Одним словом Беда Наступила Для Белоруссии И это было В самом конце 16 Начало 17 века По сути Был разгром Мало По малу Приглашали Снова Монахов Западных Католических Начались Аресты Облавы Библии Которые Печатали На белорусском языке Их сжигали Стали сжигать Уже И самих Этих проповедующих Слово Божье Людей Закрывать Школы Запрещать Образование Могли иметь Только лишь Богатеи Их Выпроски И плюс Еще Самообразование Было построено Чисто Монашеское Совершенно Законическое И не Библейское Абсолютно Это было Конечно Крахом Белоруссии Большим позором И Разгром Был Реформация Очень жестокий Конечно Полали костры В Белоруссии И на них горели И простые крестьяне И дворяне И даже Священнослужители Которые отказывались Знать или идти В контрреформацию Хотели идти За словом Божьим Дальше То есть Белорусская земля Знала своих Мучеников Много Протестантов И некоторых Православных Которые Тоже Загорелись Идеями Просвещения Именно Вот И Патриарх Ну Точнее не патриарх Еще Священник Кирилл Лукарис Тогда еще Вместе со своим Товарищем Из Африки Они вот Многомесячные Путешествия Такое Предприняли То есть Они путешествовали Получается Из Африки Потом Значит По морю Потом Значит По Днепру Поднимались Сюда До Киева И здесь Вот на берегах Днепра были тоже Вот Где они гостили У кого были Точно неизвестно Но их уговаривали Остаться По крайней мере Печерские монахи Значит Точно Потому что Видели Образованные Монахи Священнослужители Такие нужны нам Кадры Как говорится Но Эти гости Поспешили дальше Белоруссию Потому что Значит Очень тревожные Слухи Доходили С Белоруссии Но когда они Приехали в Белоруссию Достигли Белоруссии Через Волынь Пробирались Знатели Было все Очень печально Горели костры Жгли Библии Монахи Жгли Христиан Которые читали Библии Вот Казематы В монастыре Были полны Заключенных Над ними Пытки Были Постоянные И в общем-то Это было страшное время Короче Обоих монахов Тоже арестовали Значит Вот этих Священников Обоих арестовали Вот Товарища Кириллова Его сожгли на костре Значит А Кирилл Сидел В камере Смертника Вместе С протестантами И с некоторыми Православными Такими Просветителями Белорусскими Значит Имен Большинства Из них Мы даже И не знаем Даже Один бог Только знает Вот Значит Но Кириллу Удалось Бежать Ему Удалось Бежать Из этого Каземата Как Мы не знаем Точно Можно только Лишь догадываться Каким образом Ему удалось Бежать Но Когда он Снова Появился В Киеве Он Был Вот Просто В крестьянском Платье Переоделся То есть Он Бежал От смерти От костра И Здесь Уже Снова Он пришел В себя В Киеве Снова Погостил Среди монахов Здесь И его Проводили По Днепру Снова А Кстати Вот еще Интересный момент На Днепре Он был В казацких Этих Поселениях Миссионером Еще Сколько Времени Мы не знаем Год Два Сколько Мы не знаем Точно Но он Жил Среди Казачества И проповедовал Слово Божье Здесь Вот так Так что Кирилл Лукавец Он еще И не только Греческий Африканский Священнослужитель Еще и Украинский То есть Он На самом деле Не то что Каким А он Действительно Потрудился Словом Божьим Вот так Аллилуйя Так что Надо будет Это Тоже Отметить Интересный Момент Такой Вот Султан Казнил Турецкий Забегая Вперед То Как раз Вот эти Придворные Всевозможные Да Эти Которые Искали Повод Как же Расправиться С Кириллом Лукавецом То Как раз И нашли Повод А он С казаками Снюхался А у Султана Была Все Время Борьба С казачеством Короче Там Была Не нажили Насмерть Была Поэтому Ага Все И Короче Нашли Повод Вот так Вот И Ну Это я Забежал Сильно Вперед Ну Еще Вкратце Тоже Скажу Ну Все Время У нас Поджимает Значит Он Вернулся В Африку Один Вернулся Товарищ Его Сгорел Заживо Был Спален Значит Там В Белоруссии В Бресте Да Конечно Белорусская земля Вот С тех пор Она И не поднималась Духовно К сожалению Не поднималась Хотя Были Свои Реформаторы Были проповедники Сегодня В Бресте И вообще В Западной Белоруссии Кстати До сих пор Есть много Вот Ивангельских Верующих Вот Если вы Допустим По Белоруссии Путешествуете Вот Обратите Внимание Даже Если вы Проезжаете Белоруссию Допустим Вдоль Значит Вы К примеру От Пинска Нет Нет Даже Скажу Так Вот Нет Именно С самого Востока Если До самого Запада Так Проедете Допустим Да То Что Там Ну Как бы Как-то Помягче сказать Ну Не сильно Религиозный Народ Не сильно Набожный Будем так Говорить Очень часто Даже Там Заезжаешь Как будто Попал в СССР Знаете Даже Немного Такой Доживью Возникает Вот Ну Попадаешь В Западную Белоруссию Въезжаешь Только Все Совсем Другая Культура Чистота Порядок Нет Я Кошли На Востоке Белоруссии Тоже Чистенько Аккуратненько Но Вы Сразу Обратите Внимание Вот Ради Интереса Даже Вы Заметите Отношение Совсем Другое К старикам Уважение Другое Абсолютно То есть Вообще Вот Эта Культура Она Совсем Иная Она Иного Рода Культура И Тоже Люди Здороваются Славят Христа Бога Славят Все В церквях В воскресенье Никого Нет С утра В селе В поселке Все В храмах В одном Селе Там Два Три Храма Стоит Люди Молятся Не пустуют Эти Храмы Домов Молитвенных Вообще Огромное Количество В Кобрине В других Городах Белорусских Западных Домов Молитвенных Баптистских Песятников Просто Тысяч Наверное Скажу Так Больших Мало Собраний Я имею Ввиду И Конечно Несмотря На то Что искоренялась Вера Порой Железной Рукой Знаете Часто Но Все равно Народ Сохранил Там В Западной Белоруссии Сохранилось И отношение Совсем другое К вере К Богу Более уважительное Допустим Там даже Если священник Появится В Западной Белоруссии Они там Даже Другое отношение К священнику Больше Почтительное Такое Люди Понимают Что это Слуга Божий Совсем Другое отношение И Как допустим В Украине До Западной Украины Кто бывал Львов Львовская область Вы видели Что отношение Даже к священнослужителям Совсем иное Вообще Не так Как на Востоке Не так Как даже В центре Украины Больше Больше Сохранилась Глубина Народная Религиозная В хорошем смысле Слово И Знаете Интересно Что Кирилл Укарис Уже будучи В Африке Он Дядя Его патриарх Скончался Вот И И так Получилось Что Кирилла После прибытия Туда В Африку Его Как раз Уже Как опытного Миссионера Как человека Такого Героического Уже Знаете Избежавшего Костра Инквизиции И вообще Там Как бы Вот Уже Молванием Уже дошла До Африки Раньше Чем он сам Прибыл туда Вот так Вот Значит И Потому что Еще С Киева Уже Там Монахи Отписали Что Такой Был Героический Такой Священнослужитель У нас Значит И Интересно Что Кирилл Укарис Он Стал Патриархом Африканским Его Избрали Епископы Следующим Ну Епископом И Патриархом Он Стал Патриархом Александрийским Он Стал Реформатором Так Я извиняюсь Это Видимо Звонок В студии Я Я публиковал Наверное Это он Да Алло Да А Да 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 Все в силах Да 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 Совершенно верно Да Конечно Конечно Да 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 Это Улица Октябрьская Там Храм Сергия Радонежского Значит Это На левом Да Хорошо Добренько Добренько Да Спасибо Спасибо До среды Да Да С Богом Вот Это Это не звонок В студию был Но тоже очень важный звонок Об этом попозже А вообще А вообще Звонок Я публиковал Номер телефона Запишите Кто не записал Если Значит 096 96 2 66 75 Я Как раз давал Я Подумал Что Кто-то Все-таки Позвонил Да Вот Значит И Да Да Позвонил И на этот Номер То есть 096 96 Еще раз Потом 2 66 75 Значит И на этот Такая вещь Я уже узнал Все точно Уже разузнал Под какие проценты Там снимаешь Они по 3% Берут Да И в стороне Да Но позволяют Пользоваться Слава Богу Да Пусть Бог их благословит За это Да Да Нормально Да Слава Богу Да Богдан Так что Богдан Брат дорогой Можете тоже Поучаствовать Вот Значит Это Это немаловажно Очень Даже Немаловажно Вот Значит И Так А в чем это я А Еще Пару слов О Кирилле Лукарисе Это вот Именно о его Африканской судьбе В Африке В Александрии Он стал Так вот Понемного реформировать Африканскую церковь Древнюю эту Во-первых Резиденцию перенес Из Александрии В Каир В общем-то Город развивающийся Тогда В то время Там как бы Вся жизнь кипела Все финансы были там И вся жизнь кипела В Каире уже Александрия уже Чахла уже Больше как Так Культурная станица Оставалась Так вот И в Каире Были посольства Разных стран То есть Вопросы бизнеса Были очень важные И Там было полно Протестантов Я почему Рассказываю Потому что Интересный очень момент Кирилл Лукарис Еще сидя в тюрьме Там В вузах Ожидая смертной Казни В этом В Бресте Он там Был в одном Казимате С протестантами Некоторые протестанты Бежали тоже То есть Это было Я так понимаю Может групповой побег Или они поодиночке Бежали Не знаю как Ну короче Тоже оказались на воле Тоже Смертники Из камеры смертников Короче Те которые должны были Быть сожжены Тоже Казнены Так вот Значит И слава богу Вот видите Какая судьба Интересная Уже в Африке Протестанты Знали о нем Значит И из уст Тех Кто тоже сидел И ожидал Смертного приговора А еще что интересно Значит Страны Многие Протестантские Того времени Допустим Гаага Голландии Нинешние Нидерланды Они Послами Своими Своих стран Да Они Избирали Ну Как считалось Да Самых достойных Людей А кого именно Они избирали Пастырей Миссионеров Евангелистов Пастырей Проповедников То есть Они понимали Что посол Посол Не только Заключать Какие-то Бизнесские Допустим Контракты Или политические Какие-то Допустим Соглашения А это Представительство Нации Представительство Государства И он должен Достойным человеком Вот Потому что По послам Судят Знаете Послы Есть такие Что И порой Стыдно Знаете Стыдно Что Когда От имени Твоей страны Посол Твоей страны Допустим В ООН Или в другой стране Он заявляет Какую-то глупость Или Заведомую Ложь Говорит Тогда уже Позор Ложится на всю страну Понимаете Представитель Государства И вот Правильно Делали протестанты Тогда В 16 веке 17 Что они Представителями Своими Избирали Послов Назначали Именно Из среды Проповедников Пастырей Церквей Вот И Благодаря этому Образовывались Не только Торговые Какие-то Соглашения Миссии Какие-то Не только Это Хотя Бог и в этом Благоставлял Вот этих Послов Пастырей Но Рождались Новые миссии Благодаря этому Через эти поездки Послов Рождались Миссии То есть Они проводили С собой Литературу Не просто Дипломатическая Литература А Библии Новые заветы Трактаты Отдельное Сочинение Того же Лютера Или Кавина Или кого-то еще То есть Из протестантских Учителей И вот Находясь в Каиле Уже Кирилл Лукарис Уже Будущим Патриархом Александрийским И всей Африки Он Познакомился С трудами Сочинениями Протестантских Авторитетных Отцов Будем договорить Лютера Кальвина Цвингли Ну Лютера и Кальвина В основном И Их работы Конечно Прозвели Огромное Впечатление На него И Божье Слово Сам Кирилл Он занимался Переводом Потому что Тогда Это уже Конец Самый 16 века Знаете ли Греческий язык Уже тоже Изменился Очень серьезно За те века Если брать С первого столетия За полторы тысячи лет Много что изменилось И уже Новый Завет На греческом языке Казалось бы На том древнем Уже большинством Населения Греческого Не воспринимался Нормально Это было уже Как бы Очень архаично Очень древнее Мало понятно Было И вот Кирилл Тогда занялся Трудом таким Впервые После Написания Нового Завета За полторы тысячи лет Ничего не менялось И вдруг Кирилл Нарушил Это табу И он Перевел Здесь Новый Завет На тогдашний Современный Греческий Тогдашний язык Это было Конечно Очень серьезным Заявлением Таким Решением И его Вскоре избирали Патриархом Вселенским Уже Он очень деятельный Активный Такой миссионер Вот И его избрали Патриархом Вселенским Он отправился В Стамбул И вот Будучи в Стамбуле Уже Казна Была Более чем Скромная Опять таки Финансы Видите ли Везде Отвечают За все серебро Но Слава Богу Тем малым Что было у него В казне Вселенского Патриархата Кирилл Очень правильно Распорядился Знаете как Он решил Эти денежки Отправить Направить На благое дело Какое В Европу Постал Людей С этими деньгами Где они Купили Печатный станок Пригласили Мастеров Которые обучили Уже местных Греческих Уже Вот этих Рабочих Значит Печатному делу Бумаг Производство бумаги Значит И Типографское дело И Впервые В православном мире Именно Если брать Восточные Православные Все церкви Впервые В Стамбуле Появился Во Вселенском Патриархате Появился Печатанный Станок И Он был запущен Печатать Слово Божье Печатались Новые Заветы Вот те самые Уже на современном Тогдашнем Греческом языке Слава Богу Тысяча экземпляров Распространялось По всей Греции И По всему Востоку Представляете Вот такое чудо Плюс еще Сочинение Такие Знаете ли Как сказать Евангельского Направления И конечно Самая Заслуга И самое Известное Деяние Тогда Кирилла Патриарха Это было Издание Вот этого Восточного Исповедания Христианской Веры Восточное Исповедание Оно так Называется Сочинение Это было В 1600 Так Корнеевис Гага Так Ну ладно Это уже Здесь такие подробности Значит Так Патриархом Вселенским Он стал В 1621 А в 31 Уже Году Да В 1631 Году Он издал Вот это Восточное Исповедание Христианской Веры Восточное Исповедание Христианской Веры Я сейчас Ну Знаете Тексты Вот эти Наверное Сделаем Так Вот это Само Восточное Исповедание Христианской Веры Потому что Чтение Его Будет Ну Не менее Часа Будет Я наверное Сделаю Отдельно И Эфиром Отдельно Сделаю Наверное Даже Уже Завтра Знаете Так будет Правильно Все таки Чтобы без Спешки У нас Было Все Тем более Что Я хочу Не просто Прочесть Это Восточное Исповедание Христианской Веры А хочу Еще Сделать Комментарии В общем Дело Вот К этим Статьям Сделать Комментарии А это В общей Сложности Получится Ну Часа Полтора Может Даже Два Даже Ну Два Да Даже Два Да Поэтому Да Поэтому Да Сделай Теловечка Сделай Сделай Слава Бога Но я скажу Что Что Вот это Сочинение Восточное Исповедание Христианской Веры Запомнили Да 1631 Года Вы можете В интернете Набрать Посмотреть Слава Богу За Якова Кротова Библиотека Электронная Я там Часто Захожу Туда Активный Пользователь Там Много Материалов Интересных Значит И Это Священник Такой В Москве Украинский Да Бросит На Электронку Да Кстати Пишите мне Значит На E-mail Вот этот Alive Прочерк Собачка Hotmail.com Вот Значит Или Заявку Вот Просто На телефон Номер Я уже Продиктовал Уже 096 96 2 6 6 7 5 Вот Значит На него Значит И я Тогда уже Ну Включу вас В рассылку И отправлю Значит Как раз С Комментариями Подробными Комментариями Начали Как раз Восточное Исповедание Христианской Веры Да В чем Ну как С чем Можно сравнить Вот то Что произошло В 31 Году Знаете Это похоже На то Что Как вот Лютер Мартин Лютер Опубликовал Допустим Свои тезисы Да Или допустим Там Кальвин Какие-то Свои сочинения Публиковал То есть Это было Для Вот как Западной Церкви Вот это Заявление Этих Священнослужителей Реформаторов Стало Таким Шоком Знаете Вот Так вот Нечто Подобное Произошло На Востоке Но уже Сто лет Спустя После того А именно В 1631 Году Но Здесь еще В чем Вопрос Что Это Не просто Рядовой Священник Сделал А это Сделал Патриарх Понимаете Или Не просто Даже Африканский Патриарх А он Это Сделал Тогда Когда Он Уже Был Патриархом Вселенским То есть Это Первый По списку Из Всех Патриархов А это Было Ну Пахло Скандалом Даже Многие Так Это Расценивали Да Вот так Вот там Господа Братья И сестры А очень Простая Идея Этих Тезисов Вот этого Исповедания Ну Вкратце Так Что Знаете Вот Помните Пять Вот этих Солос Только Пять Только Когда Реформация В Европе Началась Пять столетий Тому назад То Лидеры Вот Реформации Тогда Даже Не соглашаясь Друг с другом По многим Пунктам В этих Пяти Вещах Были Согласны Полностью Согласны И вот Эти пять Солос Они стали Как бы Кредом Реформации И вот На протяжении Пяти Всех Этих Столетий Вот этой Эпохи Великой Реформации Вот эти Солос Только Они Знаете Ну как Они до сих Пор являются Главными Такими Направляющими Векторами Движения Нашего Вот Только Писание Только Вера Только Благодать Только Христос Только Богу Слава Аминь Вот эти вот Только И знаете Это и в жизни Любого христианина В моей жизни Допустим В жизни В жизни Любого нормального Верующего Эти только Они актуальны Всегда Вот И действительно И вот На протяжении Пяти Столетий Вот Все эти вещи Они выявляются Это как Допустим Вот Кэннет Коплин Да Значит Его Внук Говорил Что Кэннет Коплин Заметил так Что Как будто Прожектор Какой-то Божий Высвечивает Какую-то Тему Определенную Потому что Действительно Знаете Время от времени В теле Христа Всегда Вот эти пять Только Они как бы Главные Но иногда Прожектор Прожектор Перестройки Помните Раньше Программа А это Божий Прожектор Прожектор Реформации Он Высвечивает Какие-то Особенные Моменты Допустим Особенно Вот Примеру В шестнадцатом Веке Особенно И семнадцатом Только Писание Оно Помогло Просто Освободиться От многих Вот этих Ну не знаю Заблуждений Ересей Всевозможных Прочее Вот И все остальные Только Они высвечивались И высвечиваются Время от времени Вот очень актуально Останавливается Все это Вот сейчас Допустим Мучение благодати Да Высвечиваются Какие актуальны На данный момент На данный момент Может Тоже Скажете Может Или прочтете Что-то Из Писаний Слава Богу Ну О благодати Боже Слава Богу Да Продолжите Я Большое Да Дальше Не Просто Тема Такая Огромная И Я уже Понимаете Скажу Ну как Сам Кирилл Укалис Если брать Все-таки Дорасскажу Историю Его Знаете Его История Земная Заканчивается Трагически В общем-то Его жизнь Оборвалась Мученически Много Очень врагов Было Реформации Гораздо Больше Чем друзей Среди Церковнослужителей Священнослужителей Были Конечно Единомышленники Их Тоже Потом Репрессировали Многих Вот Значит Но Большая Часть Была Противниками Особенно Был Противный Может так Выразиться Противник Главный Противник Главный Тоже Его звали Кстати Кирилл Интересно Так совпало Тоже Звали Кирилл Только Он был Берия Берия Из города Берия Кстати Берия Обычно Ассоциируется У нас Со сталинскими Репрессиями Такое Название Такое Страшное Жутковатое Ежов Берия И прочие Негодяи Которые Были Возле Тирана Номер Один Всех Времен Народов Но Берия Это На современном Языке Это Бейрут Город Бейрут Он назывался В то время Берия И поэтому Епископ Этого Города Его так И пишут В учебниках Допустим В литературе Епископ Кирилл Берия Или Из Берии Пишут его Еще А более Современным Уже В современных Редакциях Пишут Из Бейрута Ну Он назывался В то время Берия Значит Так вот Этот Константин Берия Он Был Категорическим Противником Реформации Он считал Что Значит Не только Нужна реформация Нам Но она даже И опасна И что Мы как Православные Христиане Мы должны Сохранять Все как Оно есть Как знаете Вот как Сто лет назад Александр Венинский Был такой В Петрограде В храме Захарии Елизаветы Настоятелем И он выступал Когда Во дворце Уридского Таврический Дворец Назывался Тогда Это уже После революции Всех Так вот И В своем Выступлении Он сказал Так Что Ну Отвечая На вопросы Почему Церковь Находится Порой В таком Плачевном Состоянии Он говорил Так Что Вся беда У нас В том Что Большинство Наших Священников Живет По принципу До нас Положено И лежено Во веки Веков Знаете Вот А кем Положено Зачем Положено На что Положено Вообще Непонятно Понимаете Как у Алексея Людяева Проповедь В его Таком Стиле Пофигизм Как болезнь Нашего Времени Действительно Религиозный Пофигизм Такой Определенный Вот это Большая проблема Потому что Равнодушие Знаете И вот Большинство И сегодня Православных Священных Законных Служителей Считают Что Ничего Нам менять Не надо Вот как Есть Знаете Пускай Так Оно Все Будет Даже Некоторые Священники Мне говорили Так Это уже Много раз Такое Даже Звучало Примерно Так В таком Стиле Звучали Слова Что Значит Даже Если Где-то И Там Заблуждение Даже Если Где-то Там И Что-то Там Неправильное Мы сделали Но Это уже Прошли Века Уже Принюхались Уже Все Уже Как Не тронет Вонять Не будет Оно Уже Прикипело Приросло Присохло Не трогай Все Зачем Это ковыряешь Но Опять Таки Это Образ Мышления Такой Недостойный Потому Что Достойно Христианина Действительно Зреть Не на опасном Ли Пути И Просить Господи Направь На путь Вечный Вот И Знаете ли Самое Страшное Состояние Христианина Неважно Какой он Православный Или какой Инославный Когда Вот Как В Откровении Написано Ты говоришь Мол Я Что Разбогател Ни в чем Не имею нужды А не знаешь Говорит Что ты Несчастен И нищ И слеп Инак Знаете ли Вот так Вот Самое Страшное Состояние Такое Духовное Ну Есть Либо Реформация Либо Деформация Вот так Вот Разрешите Невелите Слово Молвить Молвить Да Хочи Вот Это Вы Казали Владыка И Пришла Такая Думка Церква Это Живый Организм Живый Организм Да Вона Росте Живый Организм Не может Закостенелый Будь Он Не может Это только Мумия Как Ленин Музовик Независимо От того Церква Непрестанно Реформируется Аминь Это Киприан Карфагенский Архиепископ Карфагенский Да Вона Непрестанно Росте Непрестанно Непрестанно Проходят Проходят Процессы Процессы Так что Слава Богу И мы Ростемо Ростемо В тело Христовое Возраст Христовый Возраст Христовое Аминь В тело Христовое Дело в том Что В 1638 Году Он был Обвинен Ну по сути его Убили множество врагов У него было И вот Наверное Самые злостные враги Были Папа Римский И Иезуиты Это такое КГБ было Папское Того времени Вот значит И Его По сути Подставили Знаете ли Оклеветали Перед султаном Вот И султан Приказал Казнить патриарха Без всякого суда И следствия Ну и там Как бы Султан Он такой Довольно скорый Был на расправу Подписал указ И его тут же Его вызвали Как будто бы На допрос Как будто бы На Значит К судям А на самом деле Его даже не судили Его прям там Огласили приговор султана Вот И его Удушили И утопили В Босфоре Вот И потом нашли его тело Ученики Значит И Потом начались репрессии Печатный станок Был Тоже разгромлен Значит Этот Значит Там И Начались репрессии Кстати Вот тот самый Кирилл Берия Который Закулисными Всеми этими Интригами Руководил Его назначили Следующим патриархом После Кирилла Лукариса Значит И он занял курс Контрреформации Прямо противоположный Тому Что делал Лукарис И Еще что Дамы и господа Вот Братья и сестры Интересно Что После Вот такой Мученической гибели Кирилла Лукариса После 1638 года На протяжении Столетия Вот последующего Да Проходило Четыре поместных Собора Вселенским Патриархатом Проводилось Так вот И На этих Четырех Один за другим На всех Четырех Следующих Поместных Соборах Это нонсенс Вообще В истории Православия Такого не было Никогда раньше И после того Не было такого На всех Четырех Этих Поместных Соборах Осуждалось Ущение Кирилла Лукариса Осуждалось Восточное Исповедание Христианской Веры Осуждались Все его Ученики Последователи И прочее Прочее Это уникальный Исторический Момент Факт Который Подтверждает Однозначно Во-первых Всякие сомнения Рассеивает Тех Кто Сегодня Пытается Засомневаться А сочинил ли это Кирилл сам Это сочинение Его ли это Или как допустим Злые языки говорили Что протестанты Издали Книгу Просто подписавшую С его именем Во-первых Есть автограф Кирилл Лукарис В Амстердаме Во-вторых Четыре собора подряд Осуждают Деяния Кирилла И его учения И это говорит еще о чем Что внутри Греческой Восточной Православной Церкви На протяжении Целого столетия После того Сохранялись Приверженцы Его Идеям Идеям Реформации Идеям обновления И пусть На востоке Не глянула Великая Реформация Как на западе Но толчок Мощный К этому был Знаете ли Не было Самого Извержения Но толчок Который Предшествует Землетрясению Он произошел Я считаю Что восточный Мир Православный Должен Сегодня В наши дни Пережить Это чудное Обращение К Богу Воскресение Реформацию На самом деле Слава Богу Кстати Я еще упоминал С самого начала Семена Нового Богослова Помните Интересно Не так давно Умер Уже Ушел Вечность Уже В преклонных Годах Был Брат Один Священник Евсевия Стефанопулос Я застал Его Во Флориде В США Еще В здравии Был я В харизматической Православной Церкви В США Проповедовал Это харизматик Ортодокс Чорч В Сан-Августине И в других Городах И даже В других Штатах В Агайи В частности Очень интересно Там диоцезия Такая была Своя Интересно В харизматической Православной Церкви США И в других Некоторых Харизматических Православных Движениях В основном По Флориде И по Югу Чаще всего Так вот Там как раз Приводили пример Как раз Именно Евсевия Стефанопулуса Священника Который Знаете Еще в 1972 Году Пережил Крещение Духом Святым Со знамением Молитвы На иных Языках Вот И значит Потом он Два года Судился Там значит Там Доказывал Всем церковнослужителям Что это нормально Вообще Для православного Человека Переживание Вот Ему там Руководство Церковное Вначале Показало На дверь Что вот Мол Иди Теперь К своим Песятникам Кому Ты знаешь Там Вот Как раз Конец Шестятых Начало Семьдесятых В США Переживалось Огромное Такое Песятническое Пробуждение Давид Вилкерсон Другие Братья Ну Десятки Проповедников Таких Новых Поднялось Удивительных По всей Америке И вот Ему показали На дверь А он Говорит Нет Я останусь Православным Ну С иншими Мовами Буду Проповедовать И говорить На иных Языках Как так Такого Не было Еще Не Были Православные Священники Некоторые Греческие Тоже В конце В конце Шестятых Начало Семьдесятых Я даже Встречался С одним Из таких Священников В Огайо То есть Те православные Священники Которые Вот В те Времена Они Покаялись У Песятников И Крестились Духом Святым И сняли С себя Рясы И стали Протестантами Вот Один из них В Огайо Он пастор Церкви Уже Много лет Еще С середины Семьдесятых Годов Когда он Уже Вышел Да Автографии Стали Есть Да Он там Священник Греческий Там Служил На приходе Там Где-то Там В США Надо же Интересная Очень Судьба Но Он Избрал Такой Путь Идти Чисто Протестантом Стал Интересная Судьба Такая А Евсеев Стефанопулос Он остался В рясе С крестом На груди В этом Храме Служить Так Интересно И В 1974 В 1972 Крещен Был Духом Святым Через Два Года В 1974 Суд Штата И утвердить Его Священником Таким Православным Харизматиком В суде Он На основании Писания Открывал Библию Перед Судьей И присяжными И всеми Присутствующими Открывал Библию И сочинение Семена Нового Богослова Кстати Братство Которое он Тогда Начал Тоже Сейчас Не знаю Кто Будет Руководить Этим Братством Семена Нового Богослова Называется Братство У них Там Свой Сайт Правда Сейчас После Смерти Евсевия Я не знаю Кто Будет Продолжать Вот это Деяние Но По крайней мере Знаете Дело Было Сделано И Архиепископия Греческая В США Которая Представляет Собой Представительство Вселенского Патриархата Будем договорить В США Официально В 1974 Году Признала На основании Писаний И Преданий Восточной Православной Церкви В частности Семена Нового Богослова Сочинений Что это Нормальное Переживание Крещение Духом Святым Создавление Молитвы На иных Языках И для Православного Христианина И для Тем более Священнослужителя Это нормальное Явление Думаю Вот это Да Думаю Здорово Слава Богу Но Конечно Самое главное Конечно Чтобы Действительно Люди Спасались Чтобы Принимали Благодарь Божью Спасительную Для всех Человеков Чтобы Действительно Иисус Христос Он Всегда Был для Независимо От нашей Конфессии Нашей Динаминации Что он Был для Нас Номер Один Всегда Только Он Только Он Только Он Иисус Христос И Действительно Ни в ком Другом Нет спасения Это вера Апостольская Это вера Христианская Это вера Общая Наша Христианская Вера Что Нет имени Другого Под небом Данного Нам Людям Которым Надвежало Нам Спастись Поэтому Скажу Лишь одно Что Слава Иисусу Христу На Веке Слава Богу Святому Аминь Аллилуйя Вот Все Слава Богу Слава Богу Слава Богу Благоставляю Всех вас Дорогие Друзья Братья Сестры И пусть Господь Благоставит Вот Значит И Привет нам Передавайте В своих Церквях В своих Собраниях От Православных Евангелистов Миссионеров Реформаторов Вот Слава Богу И Самое Главное Вот Чтобы Действительно Центр Нашей Жизни Всей Был Сам Иисус Христос Благоставляю Всех Вас Словами Благоставения Библейского Да Благоставит Тебя Господь И Сохранит Тебя Да Призрет На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И Помилуй На Небесах Слава Богу Так И Завершение Эфира Благоставит 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 Продолжение следует...